Если по кончанию ролик он вам понравится, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Приятного вам просмотра! Обитатели морского дна порой бывают не такими безобидными, как кажется. Многие вполне симпатичные и яркие рыбки обладают острыми зубами, а то и колючкими или шипами, укол которых может стать смертельным для человека. Итак, 10 самых ядовитых рыб. Внешне она и правда похожа на камень. Сама рыба-камень никогда первой не нападает на человека, но если к ней случайно прикоснуться, то она поразит своими ядовитыми шипами, которых на ее теле насчитывается 13 штук. В этом случае нужно немедленно обратиться к врачу. Если яд сразу попадет в какую-то крупную артерию, уже через 2-3 часа человек умрет. Относится к семейству иглобрюких. Яд у нее находится в кожных покровах и во всех внутренних органах. У восточных народов она считается деликатесом, но я бы все-таки не советовал ее пробовать. Вряд ли этот вкус стоит вашей жизни. Яд является нервно-паралитическим, и противоядия к нему все еще не нашли. Места обитания – тропические и субтропические моря, но его можно повстречать и в России, залив Петра Великого до самого Сахалина. Плавает она обычно в глубине 100 метров, а в длину вырастает не больше 50 сантиметров. Обитает эта рыба в коралловых рифах Индийского и Тихого океана. Имеет яркий красивый окрас, который напоминает зебру. Оттуда и получила свое название. У нее очень красивые плавники, которые в воде развиваются как крылья, но именно на этой красоте и находятся ядовитые иглы. При уколе хотя бы одной из них могут возникнуть судороги, нарушится работа сердца или даже возникнуть гангрена в области укола. При укалывании нескольких плавников человек впадает в шок и теряет сознание. Этот вид хищных лучеперых рыб семейства драконовых. Отряда окунеобразных, обитающих в прибрежных водах Европейской Атлантики, а также в Черном и Средиземном море. Укол, как правило, не измертелен, но вызывает чрезвычайно сильную боль, отек, некроз пораженного участка. В тяжелых случаях наблюдаются параличи, дыхательные и гемодинамические расстройства. У этой рыбы возле основания спинного плавника под кожей имеются железы, с которых с помощью колючек в тело попадает яд – нетротоксин. Самый опасный яд из всех рыб является смертельным для человека. Поражает нервное окончание и ткань, что приводит к параличу мышечной ткани сердца и легких, приводящих к смерти. Морских окуней насчитывается около 110 видов. Спиной плавник несет 13-15 жестких и острых колючек. На жаберной крышке имеются шипы. При уколе колючками морского окуня через несколько минут в месте поражения развивается сильная боль и воспалительная реакция. Яд начинает распространяться в полиоматической системе. Отек, который локализуется в начале месте укола, затем может распространиться на кисть руки и даже предплечье. Эта рыба обладает интересным окрасом, благодаря чему может с легкостью маскироваться в камнях или водорослях. Ядовитые железы у скорпены находятся на плавниках и по всему телу. Просто наступив во время купания на рыбу, можно получить значительную дозу яда. Среда обитания морского ерша – это японское Черное море и некоторые теплые широты Мирового океана. Эта рыба обитает исключительно на дне. Тема коварна, что ее невозможно увидеть ныряльщиком, хотя она и может достигать двух метров в длину. Укол ее хвоста чрезвычайно опасен, причем не только своей болезненностью. Через иглу выпускается доза яда, и если укол произойдет в область сердца, то смерть наступит практически мгновенно. Это опасная рыба с совершенной формой тела. Длина тела составляет от 100 до 220 см, а масса тела около 25 кг. Повстречать катрана можно в Восточной Атлантике, Черном и Средиземном море. На спине у нее есть иглы, которые могут ранить так же больно, как и острые зубы, а ее яд приводит к отекам и нагноениям в местах укола. Морская лучопера и рыба – семейство хирурговых отряда окнеобразных. За хвостом каждой стороны расположено небольшое оранжевое пятнышко. Там находится острый, как бритва, шип. Будьте осторожны, это оружие аравийского хирурга Ядовита. При ранении в течение примерно часа человек испытывает сильную боль. Для ее нейтрализации промойте ранку горячей водой. Друзья, вот вы и посмотрели очередное видео с моего канала. Если вам понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем хорошей рыбалки. Пока-пока.